Жилой комплекс Олимп в 22-м корпусе. Продажи уже стартовали. А сейчас особые слова в адрес ветерана. В этом месяце большой юбилей отметила Зоя Петровна Смирнова. Уроженка Смоленской области всю сознательную жизнь провела в Клину. Отмечали юбилей в один из самых значимых государственных праздников. По традиции поздравляла именинницу глава округа. Увелено передать лично. Поэтому ваш 40-летний трудовой подвиг, который вы, как я посмотрела, от звонка до звонка на химволокно, это вообще, конечно, здорово. Не у каждого есть такая трудовая история, трудовая книжка. Поэтому вот искренне поздравляем. 12 июня у Зои Петровны двойной праздник. День России и день рождения. В этом году юбилей. 90 лет. Нагодетная семья Смирновых из Смоленской области. В 41-м отца призвали на фронт, а спустя несколько месяцев юная Зоя своими глазами увидела, что такое война. Ее деревню захватили немцы. Мы жили с ними, пахали. У них лошади были здоровенные, такие, без хвоста маленькие, такие коротенькие у нее были. Пахали на их лошадях. Все делали. Ну, в общем, как колхозик. Жили в Проголодь. Бок о бок с рогами. Скудным пайком делились с партизанами. В оккупации Зоя с мамой, братом и сестрой, можно сказать, чудом остались живых. В 45-м при отступлении немцы сгоняли деревенских поезда. Зою довезли до Вязьмы. Там ей удалось сбежать. После войны Зоя работала в колхозе. Землю буквально пахали на себе. Не было ни горов, ни лошадей. А в 49-м, когда крестьянам выдали паспорта, подалась в город. А села в клину, устроилась на химволокно. Оформили меня в химцех, в арендный цех, химический цех. И я там всю жизнь отработала. Пришла на одну работу. И с этой работы ушла. Вот 30 лет. Ну, пускай 28 лет, 29. Я точно не помню. Сегодня Зоя Петровна глава большой семьи. И в свои 90-е не сидит без дела. Бежит одежду, гуляет с собакой и по мере сил помогает по дому. Главный принцип ее жизни – трудиться и быть полезным обществу. И как считает именинница, это и есть основной секрет долголетия. Даниил Сорокин, Иван Першин, Наталья Красавина. Новости дня.